Весь мир уже год живет с короной. За это время она унесла больше двух миллионов жизней. Но кто-то, как ни странно, до сих пор не верит в опасность или просто не хочет терпеть ограничений. На этой неделе нарыв народного недовольства прорвался в Нидерландах. Наш корреспондент Родион Мариничев всю неделю следил за тем, что там происходит. Горит в Роттердаме, горит в Гааге, в Эйнтховене громят вокзал, а в столице сжигают мосты и в прямом, и в переносном смысле. Записи с камер видеонаблюдения пытаются уничтожить тут же, по законам городской гирильи 21 века. Голландия не такая радикальная страна. Если бы это было во Франции, никто бы не удивился. Но для Голландии это какой-то экстрим. В середине декабря в стране ввели жесткий карантин. Сначала на месяц, затем еще почти на месяц, то есть минимум до 10 февраля. Впрочем, ограничения здесь отнюдь не самые строгие. Магазины закрыты, но в супермаркет ты можешь ходить в любое время, на улицу ты можешь ходить гулять. А сейчас первый раз, вообще, насколько я знаю, первый раз со времен Второй мировой войны они вели хоть какой-то комендантский час. И он только с 9 вечера по 4.30 утра. Устав томиться в подполье, новоиспеченные повстанцы начали выходить на улицы еще в конце прошлой недели. Мы здесь мирно пьем кофе, гласили воздушные растяжки над Амстердамом. Казалось, попьют и разойдутся. Но в какой-то момент полиция решила помочь. В интернет тут же посыпались видео с комментариями. Но даже после этого все могло закончиться мирно, если бы не эпизод в Эйнтховене, что в 100 километрах от Амстердама. Разлетевшееся по соцсетям видео стало детонатором. Мирно пьющие кофе мгновенно превратились в уличных партизан. Весь гнев улица обратила против полицейских. Жгли машины. А в Роттердаме целое отделение. Его забросали петардами. Довольно быстро стало понятно. В партизаны в основном подались молодые люди. Среди них много несовершеннолетних, которым просто надоело сидеть дома. Они совершали вылазки три ночи подряд, демонстративно нарушая комендантский час. Заявленная цель «Живите свободно» воплощена на все сто. Любого нормального человека такое может только в ужас привести. Что движет этими людьми? Это не имеет ничего общего с протестами. Это преступное насилие. Марк Рютте в особенно непростом положении. Как раз сейчас решается, сохранит ли он в ближайшем будущем пост премьера. Две недели назад его правительство было вынуждено подать в отставку из-за махинаций с выплатами детских пособий. Министры пока продолжают исполнять обязанности, но в марте пройдут новые всеобщие выборы. Как пишет голландская пресса, беспорядки могут быть частью политической борьбы. Цель – пустить карьеру Рютте под откос. Мы видим лишь верхушку айсберга. Это наиболее радикальная группа, а под ней – люди, которым больше не нравится то, что сейчас происходит в Нидерландах. Некоторые из протестующих, помимо антиограничительной риторики, говорили также о том, что они устали 10 лет видеть одного и того же человека премьер-министром. Ну, я бы не сказал, что у него очень широкие возможности есть для того, чтобы использовать протест в интересах личных. Вдохновленные погромами в США, в магазины борцы за свободу входят только так. Сорвать оковы, выйти на свободу, спасти бизнес – таковы были требования улицы, но получилось ровно наоборот. Вот. Главными пострадавшими оказались владельцы небольших магазинов – часть нидерландского среднего класса. Нам и вестовой сейчас тяжело, а теперь нас еще и грабят. Честно говоря, для этих подонков я бы ввел еще более суровые ограничительные меры. Запер бы их всех на каком-нибудь острове. Некоторым теперь действительно светит тюрьма. По последним данным задержаны около 500 человек. При этом во время беспорядков полицейские старались не применять ответного насилия. Это позволило бы эмоционально перейти к более жестким действиям и со стороны протестующих. И то, что полиция в данных ситуациях не поддалась на эти провокации и не перешла к какому-то более жесткому ответу, я могу это рассматривать скорее положительно, чем отрицательно. Следователи сейчас тщательно изучают социальные сети. Уже понятно, они сыграли едва ли не главную роль в организации мятежа. Причем многим было важно не просто поучаствовать, но еще и, цитюрая классика, взять почту, телефон, телеграф, выйти в эфир. Этого юного бойца родители увидели в одном из репортажей и быстро увели, пока он не оказался в отделении. Родион Мариничев, Мария Солопова, Сергей Шемяков. Программа «Вместе». Редактор субтитров А.Семкин